В республике продолжается месячник гражданской защиты. Он начался 4 сентября и завершится 4 октября. Месячник проводится для того, чтобы отладить действия специалистов в разных чрезвычайных ситуациях. Чтобы учащиеся в образовательных учреждениях знали, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, техногенных и природного характера. Поведение в лесу, поведение на дороге, поведение при возникновении определенных пожаров и других ситуаций. Детский сад номер 7 «Азамат». Здесь сегодня проходят тактико-технические учения. Это тренировка как для персонала, так и для воспитанников. В начале сотрудники детсада проходят инструктаж, где им напоминают тактику поведения во время возникновения пожара, как должен действовать санитарный пост по доврачебной помощи. Потом переходят к практике, отработке навыков с детьми. Детей быстро собирают и выводят через опасный выход. Важно, чтобы ни один ребенок не остался в группе, чтобы все вышли из здания. На улице воспитатели проводят перекличку. В нашем детском саду запланированы два тактико-специальных учения и четыре тренировки по эвакуации детей из сотрудников из дошкольного учреждения. Месячник по гражданской защите продолжается. В нем участвуют не только дошкольные учреждения, но и предприятия. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов, Ильнур Аминов. Новости. В пресс-центре телерадиокомпании «Арис» прошла рабочая встреча Совета Союза предпринимателей города. В ней принял участие глава администрации Борис Беляев и депутат Совета городского округа Алексей Сухачев. Собравшимся был представлен новый проект под названием «Электронный дайджест предпринимателя города Кумертау». Это сайт для общения людей, занимающихся бизнесом, и для продвижения товаров и услуг сферы предпринимательского рынка. Этот интернет-ресурс был создан предприятием «Арис Дубль» по инициативе Союза предпринимателей и местной администрации. То, что получилось в результате, участникам рабочей встречи понравилось. Они заинтересовались открывающимися возможностями для продвижения своего бизнеса. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, его можно найти в любой поисковой системе. В начале октября, в дни проведения недели предпринимателя, этот интернет-проект будет презентован широкому кругу бизнес-сообщества нашего города.